Сыграла команда из Амгинского Улуса с командой из Горного Улуса. Общий счет в партиях 3-0 в пользу Амгинского Улуса. Ну а сейчас переходим непосредственно к игре Усалданского Улуса и Северо-Восточного Федерального Университета. Команды приветствуют друг друга. Между тем представлю вам судей данной встречи. Первый судья Ефремов Аркадий, первая категория, город Якутск. Второй судья Кузьмин Афанасий, первая категория, город Якутск. Секретарь встречи Терентьева Агафья, город Якутск. Помощник секретаря Трофимова Парасковья, вторая категория, город Якутск. Вам представляют состав сборной команды СВФУ. Сейчас к вашему вниманию состав сборной команды Усалданского Улуса. Последнее наставление игрокам от тренеров команд. Семен Афанасий Кузьмин, первая категория, город Якутск. Судьи на линии Геннадий Назаров, город Якутск. Семен Афанасиев, город Якутск. Секретарь матча Агафья Терентьева, город Якутск. На ваших экранах старший главный тренер сборной команды СВФУ показали Собор Айкина Семена. Стартовый состав СВФУ. Номер один Эркин Киров, капитан команды. Номер четыре Айтала Алексеев. Номер семь Андрей Американов. Номер четыре Айтал Алексеев. Номер восемь Алексей Устинов. Номер шестнадцать Аян Цыромятников. Номер семнадцать Сергей Бетчитов. Номер шесть Евгений Пермяков и Либерокоманды. И номер шестой, Евгений Пермяков, Либера команды. И второй Либера, под номером 22, это Константин Андреев. Стартовый состав УС Алданского улуса. Номер три, Егор Ноговицын, капитан команды. Номер четыре, Владислав Ковалев. Номер семь, Егор Шербак. Номер десять, Нергустан Кривошапкин, служащий. Номер одиннадцать, Максим Феоктистов. Номер двенадцать, Григорий Тимофеев. Номер четырнадцатый, Нергун Колодежников. Первый Либера и номер пятнадцать, Степан Придезников, второй Либера. Главный тренер команды, Симон Акаемов. Центральная встреча. Команда Услалданского района, чемпион нынешнего года первенства республики. Команда Северо-Восточного федерального университета заняла третье место. И по итогам первенства были определены лучшие игроки, которые сегодня на площадке. Это у нас Нергун Кривошапкин, лучший связующий. Лучшим игроком был признан Егор Щербак, который под номером семь защищает цвета Услалданской команды. И лучшим нападающим в первенстве республики был признан Эркин Киров, номер один, Северо-Восточный федеральный университет. Ну и хочу также напомнить, что в составе сборной команды Северо-Восточного федерального университета играет под номером шесть Евгений Перемяков, либерокоманды, который является чемпионом спортивных игр народов Якутии. Амга-2019 в составе сборной команды Чуропчинского Улуса. Ошибку допускает Андрей Мерикянов, уже какой игрок, какой команды при первой же подаче допускает ошибку. 1-0. Эркин Киров на падении. Выигрывает первое очко для своей команды. Счет становится 1-1. Неудобная передача была для Эркина Кирова, но он справился с этой задачей. На подаче восьмой номер Алексей Устинов. Хорошую защиту демонстрируют игроки сборной СФУ. Четвертый номер Владислав Ковалев. С четвертой зоны не успел либерокоманды СФУ среагировать на этот сильный удар. На подаче Егор Щербак. 2-1. Общий счет. Переходящий мяч задевает связующий сборной команды СФУ Алексей Устинов. Первый судья зафиксировал ошибку. 2-3 ошибается при подаче игрок команды Усалданского Улуса. Мяч переходит к команде СФУ. Центральный блокирующий под номером 4 на подаче Айтал Алексеев. Высокий центральный блокирующий Ростом метр 93. 3-3 Уводил мяч от блока доигрывкой команды Усталданского Улуса. Но не попал в площадку. Отключают со второй зоны Владислава Ковалева. Блок не справляется с нападающим ударом. И счет становится 4-3 в пользу Усалданского Улуса. Земляки активно болеют за свою команду Усалданскую. И опять же очередная ошибка при подаче. Уртенкиров подавал силовую. Попадает в сетку. Обменялись любезностями подающие. На подачу выходит Владислав Ковалев. У него тоже силовая подача неплохая. Посмотрим. Приложит через первого раза. Сорвался мяч. Не попал. Аут. 5-5. Сергей Бечитов. Эйс. Степан Придвизников показывает, что вроде бы был аут. Ошибается при приеме Егор Щербак. Но тем временем Сергей Бечитов продолжает хороший, мощный удар в исполнении 12-го номера Григория Тимусеева. Блок даже не успел среагировать на этот прострел. На прострельную передачу связующего. Степан Придвизников оставляет мяч в игре. Подключает Эргена Кирова со второй линии. Ошибку допускает Сергей Бечитов. При доводке мяча. Ну и высокорослый Егор Щербак двумя руками сбрасывает мяч на незащищенное место площадки соперника. 7-6. Помогает Эрген Киров своему связующему. Мощно со второй линии пробивает блок Владислав Ковалев. Потихоньку начинает заводиться команда Усалданского Улуса. 8-6. Егор Многовицын на подаче при счете 8-6. Снова ошибка при нападении первым темпом. Либо мяч низковат, либо блок высокий. Да, вывел связующий своего нападающего на двойной блок. 9-6. Поля попадает мяч прямо на край площадки. И Егор Многовицын зарабатывает 10-е очко для своей команды подачей. 10-6. Снова не справляется с приемом выбора команды Евгений Пермяков. Снова подключается во второй линии Эрген Кирова. Егор Щербак сбрасывает мяч. На этот раз среагировали защитники. Но, увы, Эрген Киров допускает ошибку. Хороший был эпизод. Особенно в защите. Первый тайм-аут при счете 6-11. Берет команда с ВФУ. И опять речь идет о приеме и доводке. Простая, говорит, при простой подаче. Необходимо стремится мяч принимать сверху. 11-6. Сборная команда Ушалданского и Улуса впереди. Продолжает подавать Егор Многовицын. На этот раз хорошо справляется прием Евгений Пермяков. В трот попадает Сергей Бетчитов. Не по темпу вышел он этот мяч. 12-6. Преимущество Ушалданской команды растет. И снова не справляется с приемом. Гороки сборного университета. 13-е очко. Завоевывает команда Ушалданского и Улуса. Вроде бы подача не такая сильная, сложная. И снова мяч перелетает через сетку. И в ударе 12-й номер. Григорий Тимофеев, центральный блокирующий, подключается к игре первым темпом. 14-6. И снова ошибается Евгений Пермяков. Готовится нападать Адар. Владислав Ковалев попадает в Либера. Изменяется. Мяч попал в лицо Евгению Пермякову. 15-6. Ну вот он. Отрезки игры Ушалданской команды очень хорошо раскрылись. Ошибается при подаче Егора Наговицына. 7-15. Пошел подавать Аяна Сыромятников. 1-85. Рост Аяна Сыромятникова. Степан Придизников грамотно довел прием. Ну а Егор Щербаков выиграл 16-е очко для своей команды. Прямо попадает в котел. Выигрывает 16-е очко. 12-й номер. Нападача Григорий Кимофеев. Силовая подача. Вау. Улетает мяч после нападающего удара Андрея Мерикянова. Мяч пролетел над блоком. Силовая подача. Улетает мяч пролетел. Силовая подача. Эркин Кирилл сбрасывает от блока ваут. От рук Миргустана Кривошапкина мяч уходит в лаву. Оставляют мяч в игре игроки команды Усалданского района. Не справляется Егор Наговицын. Мяч на труп улетает в аут. Вроде бы удар был не сильный. И при счете 17-10 тайм-аут берет команда Усалданского Улуса. Семен Соборайкин пояснил своим подопечным. Кто как бьет из доигровщиков Усалданской команды. Просто будет необходимо выйти в то направление, куда идут нападающие удары. И спокойно доводить мяч до съездущего. Седьмой номер продолжает подавать Андрей Мерикянов. Справляется с приемом Либера. В высоченном прыжке Егор Щербак над блоком пробивает мяч. И не оставляет шансов для защитников Северо-Восточного федерального университета. 18-10. 8 очков отрыв между командами. Миргустан Кривошапкин подает планирующую подачу. Эркейн Киров. Блогаут. Лучший нападающий в сборной Северо-Восточного федерального университета. Эркейн Киров номер один. Восьмой номер Алексей Устинов. Подает на Егора Щербак. Среагировали блокирующие. Опускающийся мяч. И снова скидка. В исполнении Егора Щербак за блок. И 19-е очко. В пользу команды Курсалданского Улуса. На площадку выходит гроб номер один. Замена в сборной команде у Курсалданского Улуса. На площадку вышел гроб под номером один. Это Алексей Готовцев. Посмотрим, какова у них подача. Силовой будет подавать. Эркейн Киров не справляется с приемом. Но к этому переходящему мячу не был готов капитан команды Егор Наговицын у Курсалданского Улуса. Замена в команде у Курсалданского Улуса в месте игрока номер один. На площадку выходит игрок номер семь. Обратная замена в команде у Курсалданского Улуса. Возвращается на площадку игрок под номером семь. И снова очередная ошибка у Смизующего. Мяч снова проскальзывает между пальцами. Вроде бы успел на этот мяч Миргустан Кривошапкин. А у нас на подаче Айтал Алексеев. Бурная команда университета. Оставляет мяч в игре. Сильный нападающий удар. И очко выигрывает команда Северо-Восточного Университета. Егор Чербак просит привести площадку в соответственность нормы. Вытереть где мокро. А Айтал Алексеев продолжает подавать. 14-19. Счет в первой партии. Элькинкиров нападает через этой зоны. В третьей зоне нападает Егор Наговицын. Но, увы, ошибается в вид подачи. И при нападении мяч далеко улетает в аут. 15-19. Разрыв между командами постепенно сокращается. К сожалению, Айтал Алексеев допускает ошибку при подаче. 20-й очко зарабатывает команда Ухолданского Улуса. 11-й номер. Максим Феоктистов. Элькинкиров со второй зоны попадает в площадку. Ухолданского Улуса. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добивает мяч до пола! Проделывает большой объем работы Владислав Ковалев! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Команды подключали практически все в зону нападения! Вторая, четвёртая, третья со второй линии. Восемь подач потеряли, чем он собирается. Своим игрокам. При счёте 21-20, проигрыш при счёте 21-25 и при 8 потерянных подачах, это, конечно, очень много. Восемь подачах, это, конечно, очень много. Восемь подачах, это, конечно, очень много. Восемь подачах, это, конечно, очень много. Счёт 0-0. Буквально через пару секунд начнётся вторая партия. Второй судья проверил расстановку. Вторая партия начинается. Вторая партия начинается с подачи Григория Тимофеева. 12-й номер в Солданский район. Парень, метр девяносто три, двухтысячного года рождения. Силовая подача. Парень, метр девяносто три, двухтысячного года рождения. 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 Не справляется с приёмом Егор Щербак. Два мяча на поле. Свисток последовал сразу. Остановка игры. 2-1 в пользу Северо-Восочного федерального университета. И на подаче восьмой номер Алексей Устинов. На этот раз Егор Щербак доводит до своего связующего. Пробивает блок Владислав Ковалёв. Счёт. Сравнивает счёт. 2-2. Егор Щербак на подаче. И справляется с приёмом Евгений Пермяков. Эйс. В счёт Егора Щербака. 3-2. Команда у Северо-Восочного федерального университета выходит вперёд. На этот раз И снова Исправляется с силовой подачей Евгений Пермяков. Мяч перелетает через сетку. 4-2. Концентрация мощнейшая у Егора Щербак. К сожалению, допускает ошибку. 3-4. Замена в Команде Северо-Восочного федерального университета. Место игрока номер 4. Айтана Сева на площадку выходит игрок номер 11. В сборной команде Северо-Восочного федерального университета. Замена. Вместо игрока номер 4. Айтана Алексеева. На площадку выходит игрок под номером 11. Данил Лисачёв. И пошёл сразу подавать. Это парень 2004 года рождения игрок. Увы. К сожалению, ошибается. Планирующая подавал планирующую подачу. 11 номер. 5-3. Максим Феоктистов. Казалось бы воспользоваться ошибку. Ошибку допускает Владислав Ковалёв. Резкий сброс велико сборной команды университета застал врасплох защитников голданской команды. Седьмой номер. Андрей Американов приносит своей команде 5-е очко. Пропала доводка у обоих команд. Эркенкиров. Силовая эйс. Силовая эйс. Силовая эйс. Смягчается блоком. Простой перевод через сетку. Ещё раз подключается четвёртый. Четвёртая зона. Мяч оставляет Евгений Перемяков. Но уже второй раз допускает ошибку Алексей Устинов. Вытирает пальцы рукой от футболки свою. 6-6. Ошибка при подаче у Владислава Ковалёва четвёртого номера команды у Солданского Улуса. 7-6. Сергей Бетчитов. 17-й номер. И снова не справляется с приёмом игроки команды у Солданского Улуса. Простой перевод мяча через сетку. Элькинкиров в высоком прыжке со второй линией сколачивает мяч. Пробивает тройной блок. Стучит в себя. 8-6. Не был готов к этой передаче Андрей Американов. И снова мяч не доводится до Андрея Америкянова. Очень сумбурный период игры. 7-8. 8-7. Не ждал этого сброса Андрей Америкянов. Из его рук мяч улетает вау. 7-8. В этот раз Блок не пропускает сильный удар в исполнении Андрея Америкянова. И команда у Солданского Улуса сравнивает счёт. 8-8. Егор Наговицын. Отведённый мяч. Подключение Элькина Кирова. Попадает Элькин прямо в угол площадки. Несильным ударом переводит мяч по линии. Замена в команде СФУ. Вместо игрока номер 16 Аяна Сыромятникова на площадку выслал у группы номером 4. Айтал Алексеев. Выслав Ковалёв выигрывает очередное очко для своей команды. Девятое по счёту. Григорий Тимофеев. Команда СФУ осталась без атаки. Вовремя подстраховал своего нападающего. Мяч, прокатившись по верхнему краю троса, попадает в площадку сборной команды СФУ. Выиграно десятое очко команды у Солданского Улуса. Продолжает подавать Григорий Тимофеев. И снова мяч не доводится до связующего. Не получается атака у Мерикенова. Ну и нестандартно хотел сыграть Миргустан Кривошапкин. Не достал мяч улетающий. Мяч 10-10. Андрей Мерикянов будет подавать. Степан Предвездников справляется с подать. Здесь приёма. Мы друг друга не поняли. Связующий и центральный блокирующий. Максим Феоктистов. И проиграли одиннадцатый очко. Стал сильно бить Владислав Ковалёв. Мастерство сброса продемонстрировал Егор Щербак. Чередуют сильные нападающие удары со сбросами в шестую зону игроки у Солданской команды. Ошибку допускает при подаче игрок сборной команды у Солданского Улуса. Двенадцать-одиннадцать подаёт Алексей Устинов. Скользит мяч по пальцам у Степана Предвездникова. Ну и Эйс зарабатывает команда у Солданского Университета в лице Алексея Устинова. Но на этот раз Степан справляется. Но не справляется с нападающим ударом. Максим Феоктистов. Низко по высоте мяч. На площадку вышел Алексей Готовцев. Игрок сборной команды у Солданского Улуса. Вместо Максима Феоктистова. Вторую ошибку допускает Степан Предвездников при приёме. Его заменяет Нюргун Колодежников. Сейчас по новым правилам заявляются по два Либера в каждой команде. И они могут менять друг друга. Хороший приём Либера. Ну и хороший нападающий удар в исполнении Максима Феоктистова. На чистой сетке. 12-15. Лидирует команда Северо-Восточного федерального университета. Не стал рисковать Егор Щербак. Мяч от блока попадает в голову Иркины Кирова. И улетает Вау. Егор Щербак. Планирующий подаёт. Иркин Киров помогает ему связующему. Долго сопровождали отскочивший от блока мяч игроки и команды университета. Все подбежали к своему нападающему. Но повезло. 16-16. 16-16. 16-16. Выигрывает команда Северо-Восточного федерального университета. 16-13. Аян. Айтал Алексеев подавал. 16-14. 14-16. Центральный блокирующий Максим Феоктистов. Иркин Киров в нападении. Неплохая доводка. И снова Иркин Киров. Он этот раз перебрасывает блок и попадает в незащищенные уголплощадки. 17-14. 17-14. Сам пошел подавать Иркин Киров. Неплохая силовая подача. Остается мяч в игре. И опять ошибается связующий. 18-е очко зарабатывает Андрей Мэрикянов. Хорошая передача к антенне и хороший нападающий удар продемонстрировал Андрей Мэрикянов. При счете 14-18 тайм-аут берет команда у солдатского улуса. Вы, наверное, сами прекрасно слышали то, что кому сказал. 18-14. Иркин Киров силовая подача. В поле попадает мяч. Не столь сильно, но эффективно. 19-е очко зарабатывает команда СВСУ. укороченная подача и ошибка связующего. Алексея Готовцева. 20-е очко выигрывает команда СВСУ. блок смягчает нападающий удар и снова Андрей Мэрикянов с нападения. Смягчает блок нападающий удар сильный Владислава Ковалева. на одном блоке хотел обмануть Андрей Мэрикянов. Не получилось. Зацепил Григорий Тимофеев и выиграл очередной очко для солданской команды. 15-е очередное. 15-е 20-е. 21-е. Андрей Мэрикянов приносит своей команде 21-е очко. Сборная игроки сборной команды университета ликуют. 21-15. Подает Сергей Бечитов. Егор Шибоков не справляется с приемом. Подключается первый темп. Это у нас Григорий Тимофеев приносит своей команде 16-е очко. Егор Наговицын. Вау! Посылает мяч Егор Наговицын. 22-е очко у команды Северо-Восточного Федерального Университета. Аян Сыромятников планирующая подача. Рисковал Егор Щербак. Этот риск оправдался 17-е у Лууса. Подарили два очка. Еще тоже становится 23-17. Андрей Мереганов идет подавать. У него тоже неплохая планирующая подача. К сожалению, в этот раз он допускает ошибку. 18-23. 18-23. 18-23. Пас спас пас в четвертую зону. Не хватило высоты при скидке у Элькина Кирова. И один в один Максим Феоктистов блокирует Элькина Кирова. Закрывает ход. 19-23. Хорошая доводка. И Айтал Алексеев добывает 24-е очко. Не успевает блок подняться с первым темпом. И в четвертую становится 24-19. Егор Щербак. Не успели перенести руки. через сетку мяч от рук попал в лицо. 20-24. Алексей Щербак на подаче. Линия судья показывает, что мяч попал в площадку. 21-24. Алькинкиров забивает до пола мяч и вернусь 25-е очко. 1-1. Результат двух партий со счетом 25-21 выигрывает вторую партию команда сборная команда Северо-Восусственного героним университета. Продолжение следует... 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 Хазеева болеют за свою любимую команду. Счет 7-2. Подает Егор Щербак. Лаут. Попадает мяч. Улетает мяч. Счет становится 3-7. Чуть не зацепил. Мяч Андрей Марикенов. Айтал Алексеев на подаче. Грамотно распорядился мячом. Максим Феоктистов. Не доставал. Но пальцами просто сбросил за блок. Альтин Киров. Зачехлили Аркины Кирова. 9-3 Максим Текислов на подаче Ваут С большим запасом улетает мяч 4-9 Человает Архима Кирова Буислав Ковалев Со второй зоны Пробивает мяч Пробивает блок Да Центральный блокирующий Не успевал на постановку Блока 10-4 Вау Улетает Мяч после подачи Владислава Ковалева Сергей Бечитов Сергей Бечитов Вау Улетает мяч После удара Егора Наговицына Еще становится 6-10 Хороший прием Не поняли друг друга Связующий Третий номер Егор Наговицын У солдатской команды Команда У солдатского улуса Берет Тайм-аут Тайм-аут 7-10 Сборная команды СВУ постепенно приближается по счету Сетки запутировал судья у 12 номера Григория Тимофеева 8-е очко выигрывает команда университета Сергей Бечитов подает Владислав Ковалев перебрасывает через блок И встали нападать сильно Исправляется в защите игроки сборной команды Холданского Улуса Вот у нас Егор Щербак Мяч улетает в аут И счет становится 9-10 На площадку выходит игрок номер 5 Вместо игрока номер 3 Николай Неустроев 9-10 Минимальный разрыв В счете Ошибка при поле передачи у Алексея Устинова И опять сыграл свою роль Мокрый мяч Андрей Мерикенов Переносит своей команде 10-е очко 10-11 Альян Сыромятников на подаче Егор Щербак не стал рисковать 11-11 Связующий игрок Алексей Устинов Выигрывает воздушную дуэль У Егора Щербак Сравнивает счет В третьей партии 11-11 Хороший прием 12-й номер Григорий Тимофеев Подключается Первым темпом Пробивает двойной блок И выводит свою команду вперед 12-12-11 К сожалению Но, к сожалению, он ошибается При подаче Замена в команде Андрея Мерикенова Игрок под номером 10-я Место игрока номер 7-я Андрея Мерикенова Выходит на площадку Игрок под номером 10-я Артем Дьяконов И сразу идет Подавать Эйс Ошибку допускает При приеме игрок В команду Замена в команде У Залданского Улуса Вместо игрока Номер 5 Николая Невустроева В площадку В ходе игрок Номер 3 Егор Казаритов И сразу же Заменили игрока Номер 5 Который не справился С приемом В Залданской команде 13-12 Подает Вышедший На замену Артем Дьяконов Оставляет мяч в игре Артем Дьяконов Простой перевод мяча В сторону соперника Нападал Эркин Киров В четвертой зоне Егор Щербак Просит своей команде 13-е очко Несильная Атака В исполнении Егор Щербак Дозированный удар Результат 13-13 На подаче Нергустан Кривошапкин Неплохая Полный еще Подача Эркин Киров Выслав Ковдынко Оставляет мяч В игре Противоход Был пойман игрок Команды Северо-гошечного федерального университета Северо-гошечного федерального университета Целенаправленно Максим Феоктистов Перелагил мяч В первую зону Выиграл 14-й очко 14-13 Подает команду Холданского Раулуса Успевают Подставить Свои ладони Но Эркин Киров Застоялся Не смог В свое время Среагировать На отскочивший От блока Мяч Уходил Назад Уже Попался На противоходе 15-13 От мощного Удара Удара Игорь От бока Мяч Попадает В блок И от блока Отскакивает Либера Не успевает Не успел Подставить Руки Нюргун Колодежников 14-15 Страсты На площадке Накаляются Никто Не хочет Сдаваться Максим Фертистов Ставит Точку В этой комбинации И выигрывает 16-е Очко 16-14 Хорошая доводка Седьмой номер Сбора Команды Четвертый номер Сборной команды СФУ Айтал Алексеев Добивает Мяч До пола Сам же пошел Подавать Счет 15-16 Третьей партии Айтал Алексеев На подаче Обменялись Любезностями Нападение Первым темпом Максим Феокдистов 17-15 Хорошие нападающие удары Демонстрируют Ребята с собой Команды Ау В предыдущем эпизоде Тоже Неоднократно Ошибался При При подаче Первый номер Ким Киров Капитан команды Сборной университета На подаче Силовая подача Справляются Ребята Солдатского Команды Подключение Владислава Ковалева Перемудрил Владислав Ковалев Хотел сыграть На тоненького Но не получилось При одном блоке 17-17 Эйс В исполнении Капитана команды Элькина Кирова Вот что значит Капитан Вот что значит Лучший Нападающий Элькин Киров Демонстрирует На протяжении Трех партий Стабильное нападение 18-17 Но к сожалению Третья подача У него Не получилось Владислав Ковалев Силовая Силовая Высполнила Слава Ковалева Андрей Меритянов От блока Мяч улетает Ваут Никто не хочет Уступать Из третьей партии 19-18 Мяч задев трос Улетает Ваут И 20-е очко Выигрывает Команда Университета И при счете 18-20 Тай Мау Берет Команда У Салданского Улуса Третья партия Может стать Решающей В этой встрече Потому что Все-таки В зале Очень душно Обезвоживание Организма Усталость У кого больше физических сил Тот и выигрывает 17-й номер На подаче Сергей Бетчинов 21-е очко Зарабатывает Команда Северо-восточного Федерального Университета Пас Можно сказать Никуда Хотя Стоит На второй Зоне Посолной Для игрокщика Вячеслав Ковалев На второй Линии Не стал рисковать Сергей Бетчинов Также команда У Салданского Района Улуса Осталась Без Нападения Сергей Бетчинов Признает свою ошибку Изменяется Перед своими Коллегами 19-21 Готовится Подать Егор Наговицын Ошибается Эркин Киров 3 Второй Передачи Да Влажность пальцев Дает о себе знать Поэтому Надо быть Готовым Ко всему Непривидимые Ошибки 20-21 Ошибается При подаче Егор Наговицын Еще Солнится 22 20 Ян Сыромятников Егор Щербак Не стал атаковать Эркин Киров Атакует Со второй линии Владислав Ковалев От блока Мяч улетает в аут Немножко Не достали Упадящий От блока Мяч Счет Счет 21-22 Первый номер Алексей Готовцев Съезду Игрок Дусал На подачу Андрей Американо Справляется С подачей Сам же Нападает Левой рукой Не смог Укротить Этот нападающий Удар Егор Щербак И счет Уже становится 23-21 Не был готов Егор Щербак К приему этого мяча Хороший прием Чуть не оставил В игре Мяч Единый Пермиаков Но увы Мяч улетел Вау 22-23 Прием Эркенкира Очень Драмотно Сыграл Зрячий Выиграл Для своего Команды 24-е Очко Все ждали Синий Нападающий Удар В исполнении Аркенкирова Он Перегитрил Иблок И Защиту Сборной Команды Тазанского Улета На подаче Алексей Устинов Восьмой Номер Сборная Команда Университета Хорошая Подача Остался Мяч в игре И В концовке Матча Допускает Ошибку Максим Феоктистов 25-е Очко У сборной Команды СЛФУ Третья Партия Завершилась С счетом 25-22 В пользу Команды Северо-Восточного Федерального Университета Северо-Восточного 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 Четвертый сет встречи между командами Уфалданского улуса и командой Северо-Восточного федерального университета. Счет в партиях 2-1 в пользу команды Северо-Восточного федерального университета. После этой игры на площадку выйдут сборные команды Алёкинского улуса района и Мегана Конголасского улуса. У нас группа А начинает новый круг. Игроки сборной команды Уфалдана активно аплодируют, болеют за свою команду. Третья партия будет решающей для Северо-Восточного федерального университета. Им необходимо выиграть третью партию. Прогрузить сборную команду Уфалданского улуса, проявить настойчивость, выиграть партию и сравнять счет партии 2-2. Посмотрим, кто сильнее четвертой партии. 12-й номер на подаче. Григорий Тимофеев. Перемудрили игроки сборной команды Университета. Не был готов к этому мячу Айтау Алексеев. Счет 1-1. Аут. Очередная ошибка при подаче. 1-1. Андрей Американов. Седьмой номер. Чуть-чуть не спелся. Но этот мяч Эркин Киров. Даже не Эркин Киров, а Айтау Алексеев. Три-один. 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 Не смогли оставить мяч в игре игроки сборной команды Университета. И вперед вырывается команда Уголданского Угуса. С счетом 3-1. Они повели в четвертой партии. И на подаче Миргустан Кривошапкин. Хорошо, прием. Эркин Киров. Неподготовленный пошел к этому мячу. Игрок под номером 7 Андрей Америкянов. Совершил ошибку. И счет становится 4-1. Снова закрывает блок. Нападающий удар Эркина Кирова. Простой переброс. Егор Щербак. Эркин Киров. Ошибается. Пятая очка зарабатывает команда Уголданского Угуса. Не получилось Эркина Кирова просто взять, перевести мяч на сторону соперника. 5-1. 10-й номер на подаче. Миргустан Кривошапкин. Кривошапкин. Эркин Киров выигрывает 2-ое очко для своей команды. Сыграл чуть хитрее. Перебросил мяч через блок. Выиграл 2-ое очко для своей команды. 2-5. Мощный удар в исполнении Владислава Ковалева. Проносит команде 6-ое очко. 6-2. Егор Щербак на подаче. Вау. Мяч летел. В этот раз Максим Тертистов допускает ошибку. Мяч улетел. Вау. 3-6. Уводил мяч от блокирующего. 3-6. Айял Айтал Алексеев. Блогау. Отыгрывает Егор Моговицын. Мач седьмое очко. От блока в аут. 7-3. Максим Тертистов на подаче. Остается мяч в игре. В сетку задевает Егор Команду Толданского Улуса. В противоборстве за верховой мяч. Это у нас капитан команды Егор Ноговицын. Нашибается. Аркин Киров будет подавать. На этот раз мяч улетает в аут. 7-4. Разрыв сохраняется. Ошибается Владислав Ковалев. И счет становится 5-8. Сергей Бечитов будет подавать. При счете 5-8. Справляйтесь с приемом. 12-й номер. Григорий Тимофеев. Приносит своей команде 9-е очко. Капитан команды на подаче. Убор Ноговицын. Аркин Киров рискует на отведенный мяч. И зарабатывает очко. 6-9. 6-9. Либера оставляет мяч в игре. Эркин Киров. Эркин Киров. Выигрывает очко. Сыграли наподобие пайп. 7-9. Хороший прием. Мощнейший удар Егора Щербакова. Егор... Егор Щербак, извиняюсь. Не оставляет шансов игрокам сборной университета. 10-7. 12-й номер на подаче. Не успели подстраховать нападающий удар Андрея Наликянова. Либера чуть близко-близко подошел ко второй, четвертой зоне. 11-7. Аут показал судья. Судья. А там мяч летел далеко от блокирующих пролетел. Блокирующего. Еще становится 12-7. Игроки сборной команды Толданского университета не дают приблизиться сборной команды ЛСПУ в счете. Счет. 12-7. Разрыв держится уже на сотки эпизодов. Чересчур близко. Сетку зафиксировал после нападающего удара вторую судья у Андрея Наликянова. 13-7. Готовится. При счете 7-13. Первый таймаут берет команда Северо-Восточного федерального университета. Без мяча. Без мяча. Прием. 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 Без мяча. Давай. Прием. 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 Команда у Солданского улуха на подачу Григорий Тимофеев. Не доводится мяч до связующего. Андрей Мерикянов приносит своей команде результативное очко. С четвертой по четвертой. Игрок номер 10. Артем Дьяконов. Андрею Мерикянову дали немного отдохнуть на задней линии. И на площадку вышел Артем Дьяконов. Будет подавать. Справился своей задачей. От блока мяч улетел лаут. 14-8. Не успел среагировать на этот мяч Сергей Бетчитов. Но, увы, мяч перелетел в аут. 15-8. Разрыв составляет 7 очей. Оставляет мяч игре Волослав Ковалев. Немного раз сам ошибается. Там длинные руки Айтала Алексеева. Не хватило высоты, чтобы перебросить Бориславу Ковалеву высоченный блок северо-восточного игроков Северо-Восточного университета. Счет становится 9-15. Не готов. Егор Ширбак к этому удару. Также растерялись в этом эпизоде игроки сборной команды университета. Борислав Кенкирова оставляет мяч в игре. Снова прошлой переброс. Блок не встывает подстраховать своих игроков. Свой блок. Девятый номер. Мяч попадает в площадку. 16-9. Егор Ширбак на подаче. Девятый номер. Ошибается у сборной команды университета. Это Сергей Сипцев. Геркин Киров. Выигрывает очко. Продемонстрировал затяжной нападающий прыжок. Выиграл из своей команды 10-е очко. Айтал Алексеев подает. Буислав закрывает блоком Буислава Повалева. Одним блоком, один в один. Иркин Киров закрыл Буислава Повалева. Одиннадцать, семнадцать. Показывает линейный судья. С этим соглашается судья на вышке. Да, буквально сантиметров, наверное, пять мяч в ауте. Максим Феоктистов в подаче. Очередная ошибка его в исполнении. После отдыха возвращается на площадку Андрей Меликянов. Седьмой номер команды ССУ. Двенадцать, восемь. Иркин Киров на подаче. Подскользнулся связующий игрок у солданской команды. Сейчас в душном зале идет интенсивное выделение. Поэтому девчата постоянно протирают пол. Тапает пот. Очень осторожно, надо будет внимательно играть. Сборная команда у солдана берет тайм-аут. Чисто успокоить. Передохнуть. Тринадцать, восемнадцать. Поле показывает первую судья. Никто с ним не спорит. Девятнадцать, тринадцать. И счет становится девятнадцать, тринадцать. Хотя все игроки апеллировали, что это был аут. Лыслав Ковалев на подаче. Андрей Мерикянов по пальцам попадает. Выигрывает. Очко. Четырнадцать, девятнадцать. Четырнадцать. Аяна Перемятника. На площадку выходит игрок. Четырнадцать, девятнадцать. Разрыв пять очей сохраняется. На подаче Сергей Сивцев. Игрок 2001 года рождения. Сто семьдесят два рост. Готовится подать. Четырнадцать. 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 После отдыха Андрей Мереганов пробивает блок. Мяч проваливается между блоком и сеткой. Ликует после своего победного результативного удара Андрей Мереганов. 15-9. И снова Андрей Мереганов. Обманным ударом сбрасывает мяч. Немного не успел подбить. Владислав Ковалев. И при счете... 16-19. Тайм-аут берет команду Усалданского Улуса. Владислав Ковалев. Субтитры создавал DimaTorzok по счете 16 19 готовится к подаче подать сергей сипцев отправлять игру шербак с подачей поле попадает мяч после нападающего удара владислава ковалева еще становится 20 16 капитан команды егор ноговицын на подаче хорошая доводка и снова в ударе андрей мерикянов третий подряд нападающий удар доверяют ему и третье подряд очков приносит своей команде андрей мерикянов 17 20 замена в команде университета на подачу вышел игрок под номером 11 данил лисачёв в предыдущих партиях он также неоднократно выходил чистые чисто на подачу посмотрим справится ли он с волнением четвертой партии концовки четвертой партии 17 20 данил лисачёв увы увы к сожалению не справился и подарил 21 очко набор на команде улданского улуса 21 17 Григорий Тимофеев на площадку выходит игрок номер один Алексей Готовцев. На площадку сборной команды Голданского луца вышел игрок под номером один Алексей Готовцев. Он также выходил на подачу, стабильно подавал, но в этот раз его также не справляется с волнением. Григорий Тимофеев на площадке Григорий Тимофеев на площадке Григорий Тимофеев. Григорий Тимофеев состоит в сборной команды университета. Эмблему университета показывает телезрителям. Девятнадцать двадцать один. Андрей Мерикенов подает. Очень грамотно укоротил мяч Владислав Ковалев. Не стал рисковать при двойном блоке. А даже там при одиночном блоке прыгал на блок Эркин Киров. Айтал Алексеев не успевал. Сбросил правой рукой мяч. Алексей Устинов. Неожиданно. Двадцать двадцать два. Необходимо спорной команды университета выиграть этот мяч. Но не дает этому выигрышу никаких шансов Егор Щербак. Двадцать три. Двадцать три. Счет в концовке четвертой партии. Егор Щербак будет подавать. Выискует свою цель на площадке соперника. Посмотрим сейчас на кого он подаст. На Андрея Мерикянова. Дозированный нападающий удар в исполнении Эркины Кирова. Со второй зоны. Двадцать один. Двадцать три. Да, ребята устали. Кислорода не хватает. На площадку возвращается игрок под номером шестнадцать. Аян Сыромятников. Айтал Алексеев на подаче. У него тоже были ошибки при подаче в предыдущих партиях. Двадцать один. Двадцать три. Справляется с волнением. Простой сброс в исполнении капитана команды. Много видеть село у игрока номер три. И сборная команда у Салганского Лосовского Егора Наговицына. На подаче Максим Феоктистов. Мештанского Лосова. Поехали. Реклама. Поехали. 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 almost. Поехали. 24, 21. Игра продолжается, вернутся на площадку Егор Маговицын, а на подачу у нас Максим Феоктистов. Игра продолжается. Он не был готов к этому удару, 22-24, каким Кирилл будет сам подавать. Очень сложная игра. Четыре партии в душном спортзале. Конечно, ребята выкладываются до последнего. Время на время показывают игроки сборной команды Суфу. Какой-то спорный момент возник. 22-24 готовится подать мяч Эркин Киров. Кирилл, капитан команды Северо-Восточного Федерального Университета. Красную карточку показывает первый судья. Представители команды Жолданского Улуса. После силовой подачи не справляется с приемом Егор Щербак. Мяч улетает до потолка. 24-24. Остается мяч в игре. Андрей Мерикянов был в нападении. Справляются ребята из Жолданского Улуса с защитой. И от блока мяч улетает в аут. 25-е очко приносит своей команде Андрей Мерикянов. 25-24. Как они так сыграли-то? Не было свистка судьи. Выбежали на площадку игроки сборной команды университета. Раньше начали праздновать победу игроки сборной команды университета. После нападающего удара Андрея Мерикянова. Очень напряженная игра. Здесь на данных соревнованиях нет проходящих игр. Три команды в одной группе. Поэтому всякое может быть. При равенстве очков могут даже считать счет в партии. В каждой партии. Поэтому каждая партия дорога. С напряжением не справляется Владислав Ковалев. Но это может быть даже и усталость. 26-25 в пользу команды сборной команды университета. Очко. 26-27 очко выигрывает команда Северо-Восточного федерального университета. И выигрывает данную встречу со счетом 3-1 в партиях. Молодая амбициозная команда университета. Поздравим с достойной победой сборную команду университета. За хорошую игру. За настойчивость. Победе. Молодцы ребята. Показали волю к победе. После этой игры встречаются сборная команды Алюкминского района и Мегина-Кангаласского улуса. Мегина-Кангаласского университета. Счет в партиях вы видите на экране. Команды. Обе команды очень равные. Ликование в стане. Сборная команды университета. Сборная команды Университета. Сборная команды. Продолжение следует...